я сейчас дома и поэтому попытался настроить систему помощников нет я теперь как бы по своим соображениям значит это делаю что за оффлайн с улиц народного ополчения привет но вообще так миша а шо мы тестим сейчас мы дома вот видите у меня окошечко совершенно не того размера я не знаю что вы видите но вот то что я вижу у меня совсем не того размера кроме того та запись которая у нас за рекордовались из офиса было довольно низкого качества то есть с одной стороны он говорит что на hd там какой-то колоссальный потрясающий а дальше выясняется что типа 360 и я просто пытался подключить может быть камеру получше вот такого плана какие-то действия проделать вам надо одновременно и перископ скричать там да мы перископе сделаем сейчас светлана меня освободиться там от других своих дел и мы пойдем перископе значит безобразничать вот у нас 17 человек подключились что за оффлайн а почему что у нас оффлайн что-то нет я даже не знаю почему оффлайн так don't show the steps again go live вроде бы live так у меня жалюзи такие же а это сзади там жалюзи ну конечно там палочку подкрутил и все дела так ну что же тут у нас интересно получается давайте лампочку сзади выключат она как-то так неправильно смотрится нет это не та лампочка она еще не у вас не выключится время занимает ну мы пока без заставки мы пока вот так у экрана что у нас так я пытаюсь в экран уместиться знаете что мне надо поменьше надо сделать чтобы мне лучше было видно ваши вопросы да так давайте а то когда окошко большое можно вам задать вопросы про америку или стрим на другую тему будет но поскольку темы специальные нет давайте про америку что там а я могу еще тут писать что-то ага понял я могу писать но я так больше голосом а какие вопросы будут такие поговорим там допустим минут 15-20 у нас есть ты видишь света я почему-то оказался в маленьком окошечке ну и даже не знаю как это починить вот так бывает приятно вас видеть взаимно я правда вот не столько вижу сколько читаю так сказать но из владивостока света нас приветствует владивосток а это недалеко тут через океан прямо там а сколько у нас по времени разница с владивостоком полдесятого вечера так что там во владивостоке со временем то какое у вас мнение о шахиджаняне и пересекались ли вы с ним как-то по части слепого метода печати не пересекались мнение по части слепого метода я изучал историю машинописи в свое время очень очень детально это примерно вот так учили лет 90 назад это середина двадцатых годов вот примерно так учили невысокое так скажем мнение значит светлана будет привязать участие светлана через там 20 минут пойдет перископ и хочется попробовать перископ значит мы пойдем и попробуем вот вы видите у меня сзади за спиной вот тут разъемчик вот этот держалка она как раз для для таблеточки вот вот нет вопроса спектак это вопросы есть особо нет вот люди говорят good morning говорят из саратова и из челябинска говорят из кемерово нас приветствуют а так не так и так что много народу было нас всего 37 человек потому что света у них наверное еще такое же позднее время а нет наоборот в кемерово 12 30 дня так они работают что ж ты хочешь в саратове 8 пол девятого утра ну конечно сейчас не до нас вот татьяна солдатова нам пишет из хабаровска 15 31 значит 15 у нас 21 то есть у нас 6 часов разницы с хабаровска вообще как рядом тут а тут народ подходит из киева вот нас только проснулись это уже пора на работу вот такая жизнь у людей только проснулся уже на работу видите ли вы будущее автомобилестроение в компании тесла я думаю что сейчас все остальные которые давно в автомобилестроении уже хорошо подтягиваются к электромобилям поэтому у теслы конкуренция она и сейчас сильнейшая теслы продаются в очень незначительном проценте от всех электромобилей поэтому пущено чтоб я так жил это же фактически ну не москва но совсем рядом шалом алейхим из новосибирска воистину шалом значит так здравствуйте салют из кыргызстан а почему кыргызстан я сказал из кыргызстана неважно так москве 830 тут одни бездельники москве это одни бездельники а наверно почему почему бездельники наверно у них таджики работают только команду я не знаю как грейпфруты пробовал попробовал это мне вопрос я сегодня весь день грейпфруты ел у нас студентка есть анна бывшая выпускница вы ее видели она такая серьезная женщина так она это самое она тут принесла грейпфрутов мы целый день их едим порезали их там на четвертинки на дольки такие прям идешь в него раз грейпфрут света говорит кислые яйца нормальные не кислые привет из санкт-петербурга света нас приветствует покажи помелу я покажу народу помелу вот из санкт-петербурга слушайте у вас там снег реально холодно да вот как то должно быть холодно в январе даже не знаю а что там за грипп я microsoft или apple но не apple точно можно сказать что microsoft но не приверженец а пользователь по неволе как бы вот я так примерно грейпфруты грейпфрут у нас называется помыл и у нас есть о хорошо растаял снег вот она уже снег то ведь как большевики большевики ушли следа уже и снег не держится говорят что помылами никого не удивить ничего себе помылка говорят у них тоже помыло есть я бы сказал что помыло это грейпфрут большой нет толстенная толстенная шкура если там кушать нечего совершенно все в масках ходят все тает на масках чтобы не обкашлять никого вот такая помыло с мою голову а вот так скушаешь и ничего нет такой вот помыло помелом помело нет по сусекам по скребу амбару помету вот эти вот помели по амбару и вот на пожалуйста это забери у меня этот фрукт можно сказать что это цитрус это конечно друзья это цитрус саратове позавчера было минус 20 вчера минус 10 сейчас минус 10 вечер будет минус 1 не имется не имется вот этим которые там ваш руководят погодой чтобы не заразиться в масках вы знаете что я помню такой анекдот был как чувак сидит значит пиво пьет пришел в филбар пиво пьет и так с ручки ручку взял так с ручки пьет и рядом с ним мужик стоит и тоже с ручки пьет и один говорит а ты че вот с ручки пьет он чтобы не заразиться когда ты че он чтобы не заразить вот так это анна что вам дала грейпфрут и задала вопрос вам ах ты коварная она целый день мы едим ее грейпфруты целый день огромные кучи мокрого снега скоро будет поток зато морозов больше не предвидится это позитив когда следующее видео с бородянским он приболел бородянский сейчас приболел мы бы уже может быть сняли чем но как раз вот этим гриппом то там и и заболел в челябинске минус 26 ну что сказать друзья я думаю вас там минус 26 не удивить такое место что там и наверное похлеще бывает небесная канцелярия не справляется пишут нам да коварная анна ты смотри как принесла грейпфрут и давай вопросы задавать где она там анна-то ну-ка есть она кей вот так что как грейпфруты понял понял вот она у нас анна понятно так у вас подобные эпидемии есть вы знаете что наверное бывает трудно сказать у нас будут все привиты и вот так осенью делают прививки и уже забыли как болеется не дай бог можно ли все же найти американского инвестора на хороший проект не находясь в сша я из казахстана наверно можно нам просто уметь это всякое дело она в принципе наверное решается но надо уметь хотя я думаю что проще найти под хорошее дело под то же самое дело инвестора находясь в америке а не в казахстане тормозить трансляция я вижу вот то что я вижу в окошечке трансляцию она тормозит ну давайте вот я рукой подвигаю так раз и когда он там две секунды три секунды четыре пять шесть семь восемь девять десять секунд десять тормозит из луцка нас то самое приветствует до премии оскар интересуетесь спрашивает нас наши вы бедные какие-то нам премии мы сами так обширные вопросы можно задавать вопросы можно любые расскажите про программистов которые специально не прививали своих детей тут масса народу специально не прививают своих детей но недавно в калифорнии приняли такой закон что надо прививать всех по-моему калифорния если не единственный штат с таким законом то по-моему где-то три еще два маленьких есть а вот у нас с лета такой закон что всех надо прививать если только это не противоречит каким-то медицинским показаниям есть штаты где вы можете отказаться по религиозным показаниям где там еще что-то такое а вот тут у нас значит положено прививаться в основном скандал как бы вокруг прививки состоит не в том что там пять шесть там каких-то проблем не надо прививать а в том что почему их 30 этих прививок вот вопрос почему их не 5 6 а 30 ну и плюс начинается вот это вот связывают это дело с тяжелыми металлами с аутизмом и говорят что это вот от этого и и вообще пошло и поехала бодяга понимаете так расскажите как обстоят дела в америке с добычей сланцевой нефти ну что сказать значит когда вся эта бодяга начиналась с нефтью то меньше 80 долларов за баррель уходила сланцевая нефть в убыток но надо сказать что пока бодяга развивалась потихонечку произошло неожиданное думали что быстро выше вот американских вот этих сланцевиков а они снизили до 50 то есть им удалось они закрыли какие-то наиболее дорогие скважины много много скважин закрыли они провели реструктуризацию да и в там сократили какой-то народ и уровень прибыльности у них упал снизился до 50 долларов за баррель но там еще история какая они могут какое-то время в убыток работать там же большие средства у них но но ожидается что вот если ничего кардинально не изменится что где-нибудь к июлю у них кончатся деньги и тогда значит начнут их закрывать они начнут закрываться там как бы интенсивно тогда вот произойдет то чего хотела добиться ОПЕК там Саудовская Аравия чтобы доля их выросла в мировой добыче вот как то так передайте привет Ди Каприо от меня ну как встречу так сразу передам значит в Саратове на полторы недели закрыты все школы где вы свой юбилей будете отмечать интернет будет будет интернет будет мы же не случайно вот сейчас вот в этой трансляции с вами находимся и не случайно мы пошли в перископ потому что мы все время думаем как сделать трансляцию с дня рождения можно сказать с юбилея вот поэтому мы пробуем смотрим как пойдет нам-то хотелось чтобы знаете было как бы с двух сторон чтобы кто-то мог там на экран его выяснить чтобы он что-нибудь сказал там из Новосибирска Владивостока Киева там я не знаю Голландии вот поэтому по Калифорнии много нефтяных мышек да в Южной Калифорнии много это правда а где вы свой юбилей будете отмечать юбилей вы отмечаем мы сняли такое место специально партийное там не будет много народу там будет человек 50 может быть добрый вечер из Лос-Анджелеса но пасаран так дадут ли нефтяное лобби развиваться электромобилем да они сейчас развиваются вы не представляете как какое там нефтяное лобби а сколько будет 60 да вот понимаете это я только с виду 28 из-за того что Светлана так обо мне заботиться хорошо я вот так в целом еще держусь вот а так вот 60 да так это сам удивляюсь честно приятно видеть ваш стрим живьем в Москве действительно причем так интереснее чем в Перископе как устроены перемены в школе как в универах пара перерыв пара перерыв ну у нас занятия по 4 часа либо по 5 но мы делаем перерыв на полчасика чтобы покушать было можно вот посещаю я семинары Кирисаки Максвелла я был на Кирисаковских но я на другие хожу не Максвелла я очень люблю очень но я больше книжки читаю на 50 вы видите ну спасибо спасибо качество на видео много лучше чем в Перископе значит у меня одна из задач сегодня посмотреть могу ли я писать реально в HD вот это все тут у меня вот камера видите я сижу у меня вот камера моя и я пытался на нее переключить потому что я сейчас с веб камеры веду передачу и в офисе у меня было с веб камерами мы еще попробовали на другом канале с лэптопа с камеры лэптопа но у меня ощущение такое что YouTube когда стрим делает он как бы сильно качество ему срезает чтобы чтобы ну легче было передавать не такие большие объемы значит качество видео лучше Михаил здравствуйте как ваша диета убегаю на работу потом записи посмотрю сказать что я сильно на диете нельзя можно сказать что у меня за последние там 15 лет да сложился какой-то способ жизни я не могу назвать его диетой то есть если бы я себя ограничил во всем как-то вот так и следил бы за этим это была бы диета а так я в общем просто живу в каком-то таком русле я не могу даже этой диетой назвать потому что я конечно себя ограничиваю в чем-то но это просто я живу так привет от тестеров из Лос-Анджелеса вот тоже вот тоже там наших есть главное не качество информации вы знаете что качество тоже если уже все равно ты делаешь что-то и время тратишь и вывешиваешь куда-то и люди потом долго смотрят хочется качества зависит же от камеры если есть гоупро попробуйте постримить перископе с нее картинка сильно улучшится у меня гоупро 3 не 4 насколько я понимаю в 4 можно цепляться к перископу а в 3 не знаю честно вот не знаю я видел какое-то видео про 4 мое мнение по поводу книги трансферфинг реальности могу сказать что светлана в полном восторге я сам не читал так у меня лежит но как-то руки не доходят мне очень сложно что-нибудь прочесть смотрю в качестве full hd 1080 это вот сейчас может быть трансляция лучше потому что она когда записи последующие последующие резко хуже качество не знаю что сказать я заметил вы ездите без очков а читаете в очках какое у вас зрение свет она лучше знает но какое у меня зрение даже не знаю у меня немножко там астигматизм и периодически я хожу и мне замеряют там выписывают новые очки вообще недавно стал очки носить может быть лет пять назад до этого как-то мне выписывали но я как-то гораздо лучше себя чувствовал без очков а сейчас получается я водить вожу мне без разницы а даже я лучше себя чувствую а вот когда прочищивать на экран компьютера я смотрю вот у меня есть вот эти очки а если бы я например читать захотел то у меня есть другие для чтения на экран неудобно смотрите на клавиатуру изумительно поэтому чтобы туда смотрите в других есть такой знаете анекдот как приходит дедушка там к стоматологу и доктор сделайте мне новую челюсть тот говорит что же новую я вам на той неделе сделал новую челюсть она годится только для чтения пробки заторы на пути на работу бывают уж прямо пробки пробки нет но какие-то такие места где так у нас есть такое понятие stop and go traffic stop and go вот вот такой такие места бывают то есть ты не стоишь как так едешь поцелуй без любви такой вот так вот ты едешь работа ландшафтного дизайнера со средним английским в каких рамках оплата ой я не знаю это вам лучше со света и поговорить она поскольку с ними все время там общается по поводу наших проектов она вам лучше скажет там английский уже не важно то есть если ты допустим тебя берут на проект у тебя теперь за английский не будут денег платить больше или меньше другое дело что у вас клиентуры будет меньше соответственно вы будете соглашаться на меньшие деньги просто потому что вы не так сильно заняты однополярный мир где америка главная на планете америка главная на планете америка не пытается быть главной на планете это это как бы некоторые как сказать на некоторый образ который на нее хотят навесить те которые как бы сказать не в состоянии своему народу обеспечить вот такую экономику такую демократию такую свободу развития личности и так далее вот они говорят вот они там норовят чего-то был мир не однополярный но он же он так развалился пойти но вот та его много полярность которая была как биполярность которая была была страшная противостояние ядерное там и так далее я не знаю гораздо хуже было бы если бы однополярность исходила от ирака от ливии там я не знаю от ирана вот тогда было бы хреново от америки не страшно я так думаю так во время завтрака приятно вас к кефиру а куда вам отправлять длинное письмо с вопросами но длинные письма я совершенно не в состоянии отвечать у меня много длинных писем на заливе много почитать диета есть диета то что света кладет в собой но это это правильно это хорошее определение такое да это что света положит то и диета помогите с адресом хочу зарегистрироваться на ю тесте нужен адрес ваш адрес того проекта получить если что пишите в google но это неправильное место для таких сообщений это вы могли бы день в комментариях под видео может быть написать я не знаю но здесь то пользуются ли какими-то услугами от яндекса в сша какими я даже не знаю я не пользуюсь а зачем вы говорили к вам приезжают тестеры которые уже работают и хотят немного подполироваться для работы получше я такое говорю вы знаете чего нет я не думаю что тестеру который уже работает нужно у нас полироваться мы все таки рассчитываем на людей которые не работали раньше и которые пришли на курс чтобы вот освоить профессию если они работают и они приходят на какой-то отдельный курс например они могут там какую-то автоматизацию взять продвинутую они могут там white box testing какой-то взять это правда это вечерние курсы у нас есть такие а вообще наша школа специализируется на новичках не на тестерах которые приходят там полироваться жаль что три пока третьего поколения гоупро транслятся только для воприча мне мне же не нужно от нее ничего с этой гоупро ну что она мне вот так по чуть-чуть так вашу книгу про иммиграцию можно где-то купить или скачать я вам скажу такую вещь вот она лежит сзади она сейчас будет уже в типографском виде и еще может быть через пару-тройку дней она будет виде файла виде pdf с цветными картинками со всеми делами мы вот сейчас над этим работаем вот это вот книжоночка значит она уже будет готова и можно будет скачать сейчас вот сейчас пока она еще не готова ее можно скачать например под описанием любого видео которое у нас есть на канале там где ссылки идут одна из ссылок идет на на то где книга как долго занимались иншурансом моя жена ждала тест на брокера вот думает сейчас что дальше делать я занимался семь лет три года я был агентом компании фармерс а потом был независим брокером думает что дальше делать ну это такой вопрос да как сейчас отношения в сша к мусульманам я думаю что на уровне вот конкретного человека всем абсолютно пофигу так так бы я сказал мусульманин ты или там кто если ты какой-то экзотический ну вот как как сказать глаза бросающиеся там или что-то если ты вот ну просто как все люди и ты при этом мусульманин ну и чего тут есть полно народу да тут и иранцы и пакистанцы вот они в платках ходят и такие у них одеяния определенные у нас в школе частенько бывает вот тоже у нас из марокко есть народ из египта есть из сирии есть из из откуда из алжира у нас почти всех арабских стран были люди из палестины даже там был кто-то правда ну я не знаю у меня была очень очаровательная совершенно девочка из египта она такая вот была укутана лицо открытое но укутанно и в таком знаете халабуде в такой длинный до пола и она когда по сотовому разговаривала она так сидит вот эти там на переменке там на стульчике так она его воткнет вот сюда под платочек вот так и вот сидит вот он сидит и значит разговаривает бывает сложно им с работой в маленькой компании вот допустим если компания там три человека и приходит кто-то и он такой как бы характерно вот так вот выглядит его могут не очень хотеть вот у меня это девочка египетская мы его много мест посылали причем девка была золото у нее одно образование было по электрику инжиниринг другое по компьютер сайт просто просто была убойная совершенно девчонка ее взяли в моторолу вот же большие компании они хотят диверсификацию так что отношения но если чек нормально точек него то есть как бы изначально плохого отношения нет то есть не то что там пакистанец и все думают что он сейчас вот пойдет и как вот тот сумасшедший там сан-бернандин и пойдет кого-то стрелять нет так никто так не думал у нас такого нет пока мы пока еще не там скучаю ли я по россии нет бывает ли хотели бы побывать нет точнее так может быть как-то россия которую я помню по которой может быть я бы скучал то и уже нету а то которые есть по этой точно не скучаю а и по той не скучаю света спрашивает могу ли так переключить чтобы видеть не с отставанием может быть света можно я не умею кто знает пусть скажет как сделать но я не знаю я предпочитаю видеть то что видит зритель если в америке букмекера как с работой сетевых инженеров сколько зарабатывают люди очень хорошо зарабатывают люди очень хорошо с работы вы себе представить не можете даже у нас есть приятель мы с ним в школе в одной учились потом вы действительно связи вместе и он в москве работал в банке как раз вот по сетям там был и он очень кандидат наук технических он приехал сюда это было на год 99 вообще по-английски практически не говорила мужика в возрасте уже был то есть ему там было хорошо так к полтинничку у него первая работа была в микрософте он там 10 лет проработал светлана его отвела там мужику и говорит ты знаешь если ты его сейчас не возьмешь ты его потом больше никогда не сможешь такого класса взять человек поэтому 10 лет в микрософте работал он мониторил сервера там в хатмейле букмекеры стоя с настоящим интернационалом местами но у нас вот уж действительно у нас вот туда интернационал где-то может быть они от акцента шарахнуться я даже не знаю говорят что есть такие места где с акцентом люди удивляются но я я такого не не встречал обычно вот куда не приедешь там полно народу такого с акцентами почему вас не взяли на программиста когда вы строились на первую работу а предложили тестирование им нужен был тестер раз я абсолютно не умел программировать два я я связист я сетевик и работал я по цифровой схемотехники то есть я аппаратуру связи для сетей связи мы делали цифровую поэтому программист меня был никакой я просто книжку прочитал по си и был в восторге в невероятном потому что я до этого на ассемблере там какие-то штуки писал ну как как инженер и тут от си был в восторге в необычайном но дело в том что компания уже работала на си пласт пласт и начинающие которые без опыта и ну как то вот они подумали пусть гон пока тестировал так что вот так бывало но через несколько месяцев приехал приятель мой с который с нами в связи учился а потом он стал программистом еще в москве он на си на языке си писал программы которые обрабатывали полученные со спутников картинки это было министерство мелиорации то есть вот где там засуха где наоборот много воды где мало воды и вот он писал такие штуки на си которые обрабатывали и имиджи и его тоже поставили тестировать вместе со мной я его привел стал тестировать поработал полгода и ушел в программисты так что освоился немножко язык подхватил так как-то стал похож на местного не понесся но он был уже программировал несколько лет реально ли получить H1B тестером да конечно полно таких случаев соответствующее образование есть но мало иметь образование наши хотели взять хорошо друзья мы с вами давайте значит будем завязывать потому что мы сейчас перемещаемся вы мы перемещаемся перископ мы перемещаемся в перископ а силикон вал и войс сейчас мы можете показать перископе увидите свету в перископе а я стало быть заканчиваю и с вами прощаюсь